Здравствуйте! Меня зовут Уразманов Артём. Я учился в Институте физики, в КФУ. Закончил. Сейчас учусь в Анаполисе, тоже бакалавриат. Здесь, в Казани, я организовал встречу «Общество скептиков». Может, кто-то из вас уже знает группу ВКонтакте «Общество скептиков». Она с Москвы начиналась и с ноября 2013 года проводится здесь. Ну и в скором времени будет в Анаполисе тоже проводиться. Обсуждаем темы логических ошибок, когнитивных искажений, каких-то, как раз-таки, как сегодняшняя тема у нас, лженаучные мифы, научные новости и всё такое прочее. Мы это всё обсуждаем там. К сожалению, у меня интернета сейчас нету, чтобы вместе с вами обсуждать какие-либо новости последние из науки. Поэтому буду ждать, пока появится интернет. Расскажу, какие есть у нас мифы на данный момент, которые приносят уже в настоящее время вред. Ну, на слуху, я думаю, все знают, как сегодня у нас разговор состоялся про противников ГМО, антипрививочников и прочих. Значит, кто знает, в чём вред антигмошников? Я слух. Ну, против прогресса, в общем, выступают. Все же знают, что такое ГМО, да? Кто не знает, руку тоже поднимите, скажем. Геноматизированные организмы. То есть, когда мы производим некоторые опыты над генами, я общее буду говорить. Например, мы заставляем растения вдоль дорог, которые сажаем, светиться. Соответственно, чтобы ночью у нас езда была безопаснее вдоль таких дорог. Это один из примеров. Значит, вред антипрививочников в том, что людей с младшего возраста не прививают, и они не получают иммунитет. И, соответственно, впоследствии им будет тяжелее бороться с болезнями. И либо болезни, которые были из нашего общества, так сказать, удалены, они снова вернутся и снова будут наносить вред нашему обществу. Если не ошибаюсь, вернулись... Нет, не вспомнил. Ладно. Это можно всё загуглить, разумеется. Вот. Значит, вы хотите обучиться писать статьи. Всё правильно? В школу научной журналистики. Кто статьи уже писал? Давайте с вас начнём. Вы на какую тему написали? У меня история. У меня история в немецы. То есть это на мунице. Угу. Класс. Математика. Математика. Замечательно. Кто ещё руки поднимал? Рассказывайте. Основная журналистка науки, обучение детей, сохраняющих возможностей здоровья. Угу. Ещё? Я писал в одном разном, в том числе, витамин, наушник, азраин и в Москве. А, тема-тема. Ну, прям по темам. Ну, по темам разные. Да, любую аду. Любую аду. По математике. Хорошо. Вот тут тоже про математику писали. Ещё? Семьёйский, киспанский, кульмоног. Угу. Это научная тема? Да. Это лингвистика. Лингвистика. Хорошо. Ещё? Лагерь. Лагерь на повлияние. Угу. То есть достаточно много из вас уже писали статьи. И не одну, наверняка, да? Ну, хотя бы одну, это уже достаточно. Значит, вы сверялись, те, кто писались, наверняка сверялись с источниками. Когда вы находите интересную вам тему, вы ищете источник и читаете его. А если вы обычный читатель, как вот быть? Я бы сейчас новость открыл по какому-нибудь и прям по ней, можно сказать, практикум провёл бы по новости, как пройтись до первоисточника, найти, где что нужно прочитать в данном тексте. То есть если там идут методы, нужно прочитать методы. Если у вас вопросы относительно каких-то методов есть, может, вы будете первым человеком, который в какой-то статье обнаружит несостыковки даже в научной статье. Не то, что в научно-популярной статье, то есть когда человек берёт и её популяризирует. Первое, что сделают, это переведут. Ну, сами понимаете, большинство статей идут на английском языке, поэтому первое, что делает научный журналист, он её переводит. Появляются первые ошибки – это ошибки перевода. Вторые ошибки – это ошибки, связанные с тем, что когда человек пишет, ему волей-неволей хочется какой-то от себя всё равно добавить. Поэтому, чтобы не допускать такие ошибки, вам нужно понимать, как у вас в голове устроено более-менее ваше мышление, чтобы не думать, что «мм, я сейчас сошлюсь на авторитет, это прокатит, и всё замечательно будет». Ну, нет, такое редко когда прокатывает, может, вы там скажете, что «а вы знаете, там Марков сказал, Панчин сказал, ну, если вы скажете, где конкретно сказал, да, это будет замечательно, если просто скажете, может, он такого вообще не говорил, вам показалось». То есть, отсылка к авторитету и отсылка ложная даже может быть. Вот. Чтобы у вас не возникали такие логические ошибки и когнитивные искажения в вашей голове, здесь вот сайт, вы его не видите, но он есть. Вот. В общем, есть сайт Rational Wiki, очень рекомендую вам для прочтения. «Ознакомиться со списком логических ошибок, чтобы их всех знать. Рацию Вики». Ну, я буду говорить, когда интернет нужен, но его нет. Вот. Вы будете понимать, что надо записать там к себе и потом посмотреть. Либо на устройствах как-то. Потому что, я думаю, сюда все равно у вас. Поймает телефонную связь, можете посмотреть у себя на устройствах. Список когнитивных искажений нужен не только для того, чтобы понимать, как у вас устроено, но еще и понимать, как устроено у ваших читателей. То есть, вам основную часть будут рассказывать в школе журналистики, научной журналистики, как писать вам. Вот. Я скажу, как будут воспринимать иногда сами читатели. То есть, если они тот же самый вы будете использовать, да, ну, как бы вы читали. Много читали одного автора, решили на него сослаться. Хорошо. Если вы скажете, вот там-то, там-то, ну, кто писал курсовой или диплом, знают. Квадратные скобки такие, квадратные скобки, и в них указывается, какой источник в конце списка литературы. Так пишутся отличные научные работы с отсылками на другие работы, и в текст у вас вплетается это все. Если вы цитируете, и если вы в блоге или какой-то статье, ну, разумеется, вы в интернете, да, будете все это размещать, ссылки, куда нужно посмотреть. Ну, разумеется, ссылки должны быть рабочие. Не должно быть такого, что вы куда-то сослались, а там-то ничего нет. Но человек, значит, туда пройдет и сможет удостоверить, что все правильно. Это главное. Натыкать все ссылками тоже не нужно. Вот, ну, я, конечно, все равно вам буду рассказывать, как вам писать. Немножко. Вот. Еще, кроме когнитивных искажений, значит, бывает, просто человек не воспринимает данную информацию, вам нужно некий минимум в вашей статье провести. То есть, если я читаю про, ну, я-то понятно пойму, если я читаю про гравитационные волны, да, последние новости, и не могу понять, ну, чего такого открыли. Как бы, ну, окей, ну, сделали, замечательно. Вроде есть что-то. Но понять нужно таким образом, как Эйнштейн вроде говорил, или кто там. Ну, можно вообще все ссылки, отсылки на Эйнштейна, да, а потом человек будет проверять. Хм, действительно ли это Эйнштейн сказал, или Аль Пачино это был, вот, или может, как вот там, лысый актер-то есть. Вот. Все цитаты ему переписать, а потом люди будут проверять. Ну, разумеется, так делать не стоит это. Не стоит так делать. Вот. Он сказал, что если вы не можете объяснить ребенку, то вы сами не понимаете. Вот вам нужно писать так, чтобы любой человек, знающий или не знающий, понял. Тот, кто знает, он пропустит этот текст. Кто не знает, он прочитает и поймет. Если вы достаточно хорошо объяснили. Разумеется, если гравитационные волны там у вас идут, вам не надо ландавшиться туда целиком впихнуть и сказать, вот, можете на него сослаться, сказать, что вот там-то, там-то, там все очевидно, расписано. По кавычках очевидно. Потому что читать еще много нужно для того, чтобы понять про гравитационные волны. Если у вас идет статья про биологию, разумеется, вам тоже нужно понимать, что же там творится в этой биологии, вот, нужно самим как-то изучить материал. Лезть в сферу, где вы ничего не понимаете, можно, но может получиться статья такая... не профи, непрофессиональная, профанская, в общем. Вот, очень ненаучная. Вы можете наградить, опять же, своего понимания, как вы поняли, и сказать, что вот оно так. Но на самом деле не так. Вам нужно объяснить все это с позиции того, как наука расписывает, а не как вы понимаете. Здесь все субъективное нужно отодвигать в сторону и смотреть, было ли что-то доказано. Мнение здесь особо не нужно выдвигать. Вот. Может случиться так, что когда вы пишете статью, вы напишите одну статью, а через некоторое время ее опровержение будет. Вот. Не нужно бояться, потому что делают это все ученые люди, да, и в науке такое часто происходит, что написали гипотезу, допустим, а потом начали ее проверять, и это отдельно идет. У вас отдельная статья про гипотезу будет, отдельно про эксперимент. Вот. И отдельно подтвердилась гипотеза, стала она теорией или нет. То есть разбираться в том, что такое гипотеза, теория, эксперимент тоже нужен. То есть разбирайтесь в терминах. Это тоже обязательно минимум. Так. По поводу мифов еще какие существуют. Можете сами перечислить. Давайте такое интерактивное перечисление у нас наберется больше, чем я. Расскажу вам. Терминах. Миф. Еще. Если кто не знает, могу рассказывать про каждый. Вы чуть-чуть опоздали, мы в самом начале сказали, да? ГМО, антипрививочники. Вич не существует. Да ладно. Я думал, существует. А может, не миф? Есть и такой миф. Это на самом деле миф. Внешний вид динозавров. Еще раз. Внешний вид динозавров. Внешний вид динозавров? Все должны быть ящерицами. Они не знают, как они на самом деле выглядят. Что они выглядят, как ящерицы? Ну, мы смотрели. Космос там так похожий. Может, они были такие. Это тоже, может, были ли они, как они. Вы считаете это псевдонаучным мифом? Вы считаете это псевдонаучным мифом? Мы перечисляем сейчас. Я считаю, что их внешний вид мог быть не только таким, как иногда и нарисованы. Или изображены. То есть, то, как демонстрируют их нам. Да. Именно вот не скелеты, а еще нет. Скелеты у нас есть, а фотографий нет. Вопрос тот еще. Может быть, они так и выглядели. То есть, нет ни того, ни другого, возможно. Тут аккуратно надо. Еще? Еще мифы? Давайте. Причем можно спекуляции у нас с генетической земли. Начиная от планеты Юбиры, и заканчивая у вас, и у вас нет. А, это. Как правило, как раз. Угу. Все расслышали, да? Про планету, которая находится по ту сторону от Солнца, которая никак гравитационно не взаимодействует со всей остальной планетарной системой, но при этом будто бы есть. Там, начиная с 19 века, этот миф идет, пытались обнаружить, выдавали некоторые снимки за подтверждение того, что есть. Ну, не снимки, там, зарисовки. В то время. Вот. И вплоть до нашего времени все это тянется. То есть, мы можем проследить, что множество мифов, на самом деле, они, ну, не знаю, скажем так, со средневековыми тянутся, и, несмотря на опровержение, которое наука выдвигает, они все равно остаются и какой-то, не знаю, новый сок приобретают и рассматриваются заново. И я сегодня хотел вам включить недавнего, ну, я считаю, что он, ну, на Ютубе появился один человек, который создает очень смешные ролики, вот. В общем, забавный товарищ, и он про алхимию говорит и про гамуткула рассказывает. Вот. Может, кто-то уже видел, очень смешной такой ролик. Вот. Я думаю, сейчас продажи русско-китайского словаря очень подрастут и очень много будет продаваться. Вот. То есть, товарищ, мне кажется, он специально народ троллит. То есть, потом он, возможно, скажет, ага, смотрите, я известный научный популяризатор, вы видели мои только руки и измененный голос. А тут я, кто популяризацией науки занимается, я вас затроллил. На самом деле, вы вот легко ведетесь на всякую такую ахинею. Вот. И расскажет, почему это не так, почему то не так. Вот. У него там есть ролик, где он сажает семечко в дерево, и оно вырастает, ветка с яблоками. Потом он эти яблоки ест. Есть самый первый ролик, это у него про то, что он очень быстро выключает и включает лампочку из удлинителя. Удлинитель сам на себя, значит, замыкает, и будто у него энергия бесконечно бежит. Это самый первый, самый забавный ролик. То есть, уже по нему можно понять, что товарищ несет чушь полную. Вот. Фантазия просто. Фантазия? Может не возрастать. То есть, у вас солнце, когда питает землю, у вас возможна организация более сложных структур, например, мозгов. Ну, вот это все благодаря тому, что энергия приливает в систему. Сейчас у нас, наверное, подключатся в интернет. Будет замечательно. Еще мифы какие знаете? Раньше была плоская, смотрели, деливаются, деливаются. А потом ее свернули. Да, 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 раньше так. Сейчас деливаются. А можно еще смотреть на это, что не только вокруг Солнца все вращается, но и что мы вместе с Солнцем, вокруг центра галактики, а все это вместе вокруг скопления и так далее. Вот я тоже для того, чтобы вам, ну, немножко развивать, да, сейчас, если включите, я вам гифку включу, где как раз показано, как это все несется, или видео даже. Еще мифы, еще. У нас сегодня... А? Лунный заговор. Лунный заговор. Американцы не понимают. Угу. Что мифом является? Что это не понимает. Миф, что не выступает. Религиозный вопрос я касаться не буду. Что есть бактерии, которые сейчас живут в открытом космосе? Да. Работает жизнь в космосе. Специально обрабатывают корабли, чтобы когда они летели от нас до Марса, чтобы они туда не занеслись. Это не миф. Нет. Они... Сейчас они там могут жить немножко. Но они же не могут жить в своем нормальном состоянии. Они обучены специальным слоем ультрафиолета. Я сейчас... Если разбирать ваше предложение буду, я бы вот такую статью ни за что бы не пропустил. Вот если бы ваши слова там были, честно. Вот вы запишите, посмотрите. Слоем ультрафиолета. Ну, так не говорят. Вот. Давайте-то... Перемещение. Сейчас вроде появился у нас интернет. А вы смотрите, астрология. Может, вы считаете, что это не получается? Конечно. И получается... Не то, что считать, а она есть. Все, что связывается с астрологией, да, есть. Смотрите, астрология – это замечательная гипотеза, но никакая реализация. Гипотеза... Поясню, почему замечательная. И скажу, что это гипотеза. То, что человек, когда рождается в определенный момент времени, не как с космическими телами, что если человек в какой-то момент времени рождается, то это как-то может повлиять на его характер. Гипотеза, на самом деле, замечательная. Но не делают опытов практически для проверки ее, а говорят, вот там связано с Марсом в созвездии том-то, том-то. Вот. Буквально вчера-то прочитал хороший текст по этой теме. Вот. Возможно, смогу потом скинуть, сейчас не найду. По поводу того, что... Ну, что такое астрономия, что такое астрология. Что астрономия очень красивая, а астрология – так, фигня какая-то. Вот. И все эти созвездия, вы же понимаете, что это не просто картинка там где-то на далекой сфере, вот как раньше считали, да, и все это вращается. Ну, что эта большая сфера вращается, вы уже знаете. Вроде мы вращаемся вокруг всего. Но выглядит это на самом деле так, что за пределами там нашей планетарной системы находятся огромные сферы, и на ней нарисованы, да, светящимся маркером звездочки, они светят. Ну, это не так. Они все находятся в трехмерном там пространстве, они друг за дружкой находятся. То есть созвездия – это просто какие-то условности. Как мы обозначаем океаны, границы проводим, так же мы созвездия. Более-менее какие-то паттерны углядываем и говорим, «Мм, вот это вроде похоже на медведицу». И так смотришь, как? Как они могли решить, что это похоже на медведицу? Это же, ну, вот ковш, да, вот ковш похож, да, вот это яркая звезда. Но это же явно не медведь, а это не стрелец. Ну, то есть даже сами созвездия, они просто дальняя точка, ближняя точка. Ну, то есть вот эта проекция картины дальней в виде точек, мы думаем, что это вот звезды. Они в разное время зажигались, светились сюда. В том тексте еще про годы рождения. То есть вы на самом деле можете найти звезду, которая с вашим годом рождения совпадает, но все. То есть говорит, что она как-то влияет, но она не для этого зажигалась, для того, чтобы светить вам. Еще, еще миф. Ну, куча же, куча. Отлично, я долго ждал ее. Разведение в такой степени, что у вас не остается просто молекул на все количество молекул во Вселенной. И считается, что это отлично действующее средство. Молодички попили, сказали себе, что все работает. Плацебо сработало. Все. Замечательно. Где-то читал статью. Сейчас подтвердить не смогу, то есть я специально так говорю. Где-то я читал такую статейку, не могу подтвердить. И вы будете понимать, что да, действительно, человек может сейчас соврать. И вот читаете где-то? Считается. Если нет источников, если я вам не могу сейчас подтвердить, не доверяйте. Вот скептицизм должны держать постоянно. Мы готовим. Я сомневался, что он заработает. Вот. Значит, отличайте, ну, в первую очередь, отличайте скептицизм и научный скептицизм. Все знают отличие или кто-то не знает? Все знают. Отлично. Критическое мышление тоже знаете все. Что такое? Главный инструмент снятия лапши с ушей – критическое мышление. Ну и, чтобы не навешать, другим тоже нужно знать. Нет, я не знаю. Может, среди вас кто-то есть? Такой партизан, который захочет. М-м-м, теперь я знаю весь инструментарий. Я знаю правила демагога. Я теперь смогу писать статьи и вешать людям лапшу на уши. М-м-м. Чего вы добьетесь этим? То, что у нас станет еще хуже ситуация, чем есть сейчас. С тем, как у нас мифы рождаются в России. Ну, знаете, куча их. Гамиопатия в том числе. То есть, это давний миф. У нас он новый принял обороты. У нас отдельно была тема. Ну, в Казани я имею в виду. Думай, Казань, если кто ходил. По поводу гамиопатии там тоже было. Вот, что есть средства, которые продаются, и в которых было раньше написано, что это гамиопатическое средство. А теперь одна компания добилась того, что она убрала эту надпись. То есть, вы покупаете, и вы даже не узнаете, что это идет гамиопатическое средство. Там есть внизу информация о том, что, да, действительно, там идет разведение. Но она настолько там зашифрована, что надо просто сидеть, все это считать. Ну, и знать дополнительно надо. Если вы не знаете, вы даже лекарство не сможете понять. Оно действующее или это просто, опять-таки, туфта. А не лекарство. Гамиопатия. Отлично. Еще. По России выходила передача раме воды. Память воды. Замечательно. У нас даже один человек делал на встречах общества скептиков эту тему. Вот мы видео смотрели. Вот то, что если включить Бетховен или Моцарта, там я не помню, я тоже смотрел. Я на самом деле много вот этой всякой ерунды смотрю, чтобы, ну, во-первых, посмеяться, потому что это весело. Ты такой смотришь и думаешь, ааа, как же у людей фантазия. Как же у них... Ну, второе, не смешно на самом деле, что у людей отключено критическое мышление, что они как-то вот не думают. На самом деле сказать, что у человека фантазия, и не сказать, что... И поэтому он может отключать критическое мышление. Ну, блин, ребят, ну, творческое мышление, критическое мышление, они бок о бок должны идти, да, переплетаться. Если вы что-то делаете, вы можете на каждом этапе себя спросить. А для этого критическое мышление существует? А кто ли цель, я иду? То есть, если вы что-то сделали, поняли, что это, ну, никак не соответствует, вы можете сказать себе это. Если у вас оно отключено, вы просто... Ну, я натворил что-то. Вот оно есть. Там я нарисовал картину, или я текст написал, или я музыку какую-то сочинил. Да, отличная импровизация есть. Но до того, как вы это сделаете, вы все равно некоторые теории получаете, да, и потом творить начинаете. Вот это если такое творчество рассматривать. Научное творчество, оно тоже себя включает в перепроверку. Ну, сами знаете, еще больше. То есть, там все основывается на эксперименте. То есть, если вы всякого насочиняли и думаете, что, ммм, картина очень красивая, того, как я теперь это все вижу. А если вы это все проверите экспериментом, и у вас эксперимент пока что из гипотез, которые вы сделали, предсказания, которые вытекают из них, не соответствуют действительности, все это можно легко отбрасывать. Возникает, конечно, ну, например, как теория струн, теория суперструн. Ее на практике проверить очень большие энергии нужны. И как бы вопрос вроде и проверить-то нельзя, и вроде элегантная такая теория, и вот ее рассматривают, как из нее экспериментальные какие-то предположения сделать, чтобы проверить, действительно она работает или нет. Это по поводу того, проверяемость-непроверяемость. Если в вашей статье, которую вы пишете, да, ну, все время про статью буду говорить, статью, которую я, допустим, читаю, я любые источники нахожу, просто захожу в Google, вбиваю интересующую меня тему. У меня, конечно, есть один запрос, и он на самом деле очень сильно помогает. Я с вами им делюсь. Сейчас, просто текст, я думаю, вы увидите. Ну, знание английского языка, это разумеется. Scientific Research, он... Упс. Упс. И здесь пишите просто тему какую-либо. Назовите любую тему. Если сейчас зарабатывает, мы посмотрим. Давайте про аутистов посмотрим, да. Аутистов? Да, по моему связи. А какая там связь? Я думаю, синдром Дауна там связь проводит. Статью, лжестатью выпустили, которую опровергнули несколько раз. Есть еще статья, где с прививками связано. Нет, на самом деле, такого не идет. И все эти исследования, которые проводили, они все лжеисследования, да. Там методы не особо работающие. В общем, если вы хотите сами посмотреть, первоисточники и так далее, смотрите... Смотрите по такой ссылке. То есть в Google забиваете и смотрите. Scientific Research on Subject. Если не знаете английский, ищите, соответственно, на русском стараетесь как-то искать или обсуждение где-то. Ну, лучше, конечно, на английском искать. Если вы пишете на английскую статью, английскую же, на английскую научную статью, научную, как это, не научную журналистку, научно-популярную статью, то тоже супер. Вам не нужно будет, ну, особо переводить. У вас не вылезет это, про что я говорил. Ну, бывает такое, что при переводе, когда человек свое что-то вплетает туда, получается иногда из гипотез, какие-то подтвержденные данные. А если статья, понимаете, она в топ выберется, люди начнут что-то неправильное считать о том, что у нас в действительности происходит. То есть они подумают, что... Мм, эта статья в топе, ее многие прочитали. Ну, вы наверняка знаете, кто-то уже сталкивается с этим, потому что иногда статьи, которые набирают популярность, они не всегда отвечают критериям научности, они могут отвечать критериям популярности. Что статья может красиво написана быть. Еще какие-то другие критерии. То есть выглядит как конфетка, но на самом деле внутри содержания мало. Так, гомеопатия. Еще? Ты уже инопланетян? Да. Давайте поговорим. Какой конкретный вид? Это у нас или вообще в мире? В мире. Ну, с начала 20-го века, да. С начала 20-30-е годы появлялись. Не было вообще упоминания НЛО. Было такой истерии, которая возникла, ее не было изначально. Потом люди начали говорить, что это НЛО. Неопознанные летающие объекты. Но потом их опознавали, они, соответственно, переставали быть неопознанными, становились опознанными летающими. Соответственно, они из-за этого списка вычеркивались. Вот. Иногда зонды считали, которые запускают, нетеорологические зонды, их считали тоже летающими, неопознанными летающими объектами. Ну да, как бы человек вышел, так он не опознал. Он же не знает, что вообще у нас может запускаться в небо. Я не опознал это НЛО. И все такие, о, инопланетяне! Ну, блин, это просто неопознанный летающий объект. Зачем истерии такую разводить? По поводу этой темы, она очень хорошо в книге Карла Сагана рассказана. Вот. Мир полный демонов. Наука, как свеча во тьме. Она у меня с собой. Я вам могу ее показать. И очень рекомендую ее для прочтения. Вот. Такая книжка. Такая книжка. Из тех, которые... Книг я еще рекомендую. Ну, Карл Саган, разумеется, прочитайте. «Псевдонаука и паранормальные явления». Автор Джонатан Смит. Вот ее тоже почитайте. Там про псевдонаучные мифы. Она вообще посвящена им целиком. Он категории даже проводит. Я вам сейчас не процитирую. Какие? Точно не процитируют. Вы сможете это сами найти. То есть, если я чего-то не помню, разумеется, я вам могу сказать, где это искать. У него отдельно паранормальные явления, которые не очень много вреда могут нанести, а есть, которые все больше и больше вреда наносят. То есть, как раз-таки критерии посмотреть можно у него. И понять, что, допустим, привидения, они там более вредны, чем то-то. Миф о привидениях более вредны, чем то-то. Менее вредны, чем то-то. Вот самый вредный. То-то. Самый невредный то-то. Астрология там не особо вроде вредна. О, да. Можно посмотреть там, в той книге. Надеюсь, кому интересно, вы записали. Джонатан Смит. Всевдонаука и паранормальные явления. Про Карл Сагана тоже сказал. Вообще, книг на самом деле много. Сам не успеваю читать множество этих книг. Очень, очень захватывающе. Сейчас читаю, могу сказать, об интеллекте книга. Автор рассказывает о том, как устроим мозг у человека. Что у нас, как раз-таки, прогнозирующие наши способности, это самая такая вещь, которая позволила нам стать людьми. Ну, это отдельная тема, да? Возвращаясь к мифам. Еще. Ну, целиком. Эзотерика целиком. Алхимия. Алхимия тоже. Да. Рептилоиды? В перьях которые. Нам сказали сегодня, что рептилоиды у нас с перьями. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чудо в перьях, в общем. Еще. И потом, что все еще и добавки с маркером еды. Ну, их же в еду добавляют. Они явно вредны. Все, что в еду добавляют, вредно. Химия. Химия, да, сплошная. Это же молекулы. Как вы можете их кушать? Смотрите, какие страшные молекулы. Можно еще фотографии привести, как в памяти воды. Вот той же самой. Фотографии того, что если там ругаются рядом, смотрите, какая вода становится. Тоже чушь. Ну, псевдонаучная. Никакой памяти у воды нет. Вот про ту, которую там говорят. Может быть, там есть какая-то кластерная память. Где-то там упоминают про кластерную память. Можете, вот там задание, да, что же за кластерная память? Вроде сказали, что память воды уже научна, но тут же упомянули кластерную. Возьмите, поищите сами, да. Не бойтесь вот этого исследования проводить. Находите новость, думаете, хм, а не фигню ли мне пытаются сейчас в мою голову протулить? И ищите. Если вам вешают лапшу, может быть, хотят что-то, ну, денежки с вас, да, как-то содрать. Вот. Включаете критическое мышление, начинаете сомневаться. А что здесь написано в данном тексте? Вот. И анализируете. Еще. Снежный человек. Воспросите, что это весело. Снежный человек? Да. Я когда плохо высплю, смотрю, я думаю, что я в зеркале, это снежный человек. Но это не так. Нету его. Нет, мы перечисляем сейчас, вы поймите, для чего. Некоторые из вас думают, что, возможно, думают. Вот, главное, так сказать, да. Возможно, думают, что что-то не миф. А сейчас услышите и подумайте. Хм, надо бы зарыться поглубже в интернет, поискать. Здесь самое главное, что у вас. Одно из самых главных, ладно. Все. Спасибо. Ни за что. У нас появился интернет. У вас может появиться, когда ищете какую-то информацию, вы можете искать то, что вашим ожиданиям удовлетворяет. Вы думаете, хм, я ищу, что снежный человек существует. И человек, который думает, что он существует, он и будет искать. Он будет отсекать, отфильтровывать информацию, которая говорит о том, что он не существует. Да не, мне пытаются сказать, что он не существует, потому что им так надо. Самое важное, что вы тоже должны помнить, да? Окей, я избавлюсь от слова. Самое важное, что вы должны помнить, это тот, кто говорит, что что-то существует, должен это доказывать. Если вам говорят, что что-то существует, а вы засомневаетесь и спросите у человека, а докажи, что что-то существует, и он скажет, хм, а ты попробуй доказать, что это не существует. Я такой. Ты думаешь, что? Что он только сказал? Он же должен доказать. Вот он сказал утверждение, он и должен доказывать. Время доказательства лежит на утверждающем. Если вам говорят, что что-то существует, пускай этот человек вам и доказывает. Но, разумеется, не нужно вот этот инструментарий применять везде, прямо вообще везде, и заменять этим свой здравый смысл. То есть вы же не будете говорить человеку, нам показали, что интернет есть, ну-ка докажи, что он есть. Может, ты сам сомневаешься, что он есть. Покажи, что сайт работает и так далее. То есть, если мне надо, я открою какую-нибудь ссылку. Вот пока, ну, вкратце, у Вики. Окей. С самого начала хотел вам показать. Или вот это. Возможно, нам хотели сказать, что не работает. Неопределенный браузер. На английском языке, как всегда, побольше. И вот замечательно, есть у нас русский язык. Здесь, вот в самом начале я вам упоминал, можете поискать, какие есть мифы, просто полистав, можно посмотреть, значит, из псевдонауки. У вас есть список утверждений креационистов, пожалуйста. Если кому-то захочет почитать про религию, фундаментально здесь тоже есть. Меня больше вот это интересует. Логическая ошибка. И вот вы листаете вниз, и видите, какой здесь списочек хороший. Ознакомьтесь обязательно. И пытайтесь понять каждый раз, когда вы что-то пишете, перечитывайте, обязательно перечитывайте то, что пишете. И то, что читаете, тоже перечитывайте. Ну, не переписывайте, я имею в виду, потому что это может чужая статья быть. Вы чужую статью читаете и думаете, все ли там правда. Можно написать комментарий, можно... Я думаю, у вас этому обычно написать обзор чужих статей. Возможно, такое тоже есть. Я такое видел, да, когда научные популяризаторы, так скажем, они находили статьи и говорили, что смотрите, вам там дичь втирают. Не читайте, не верьте этому, потому что... И доказывали, почему это не так. То есть, если что-то говорящее, что... Ну, я имею в виду статья какая-то, не про человека, что что-то в той статье говорит о том, что что-то существует, но не доказывает это, иногда, разумеется, ученые берут и опровержение выдвигают. Но скептик не должен доказывать несуществование чего-то. Ну, как я уже говорил. У вас есть, вы тоже можете почитать, нулевая гипотеза о том, что выдвигается. Изначально чего-то нет. Чтобы доказать, что что-то есть, нужно вот эту нулевую гипотезу опровергнуть. Вот, выдвинуться на доказательство. Есть видео про оленей, которые не могут летать. Можете посмотреть. Вроде такой запрос. Еще мифы. Продолжим по списку. Дед Мороз. Дед Мороз. Эх, как вы могли. Еще. Диеты. Диеты? То, что не работает. 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 Не работает. Работает. Правильный чашек. Еще. Просто список мы составляем. Не разбираем их, просто составляем. Благодарный. М? Благодарный работник. А, благодатный огонь. Это где? А, что гром. А, ну это опять религиозные какие-то чудеса. Нет. Ну я же говорю, я религиозной тематики не касаюсь. У меня как идет, я на встречах эту тему не касаюсь. Двух тем не касаюсь. Политической темы и религиозной. Отдельно я потом могу обсуждать, конечно, но на собраниях я обычно это не веду, потому что люди начинают мнение свое высказываться. Они не хотят обсуждать как раз-таки научную часть, они хотят мнение свое. Прав. Я обычно спор не веду, обычно. Иногда веду весело, потому что, ну как бы поспорить с человеком, эмоции как-то выплеснуть друг на друга там. Вот. Выплеснуть эмоции помогает. А к истине вообще не помогает прийти, если вы не используете аргументы. Ну там прям отдельный термин, аподектическая дискуссия. Это когда аргументы используются, доказательства. Вот это вообще супер. Вот. И если вы в своих статьях будете их использовать, аргументы, это тоже будет супер. Еще мифы? Мифы. Миф. Ну они от приматов произошли, да, они не от обезьян произошли. Человек. Человек что? Человека обезьяны. Человека обезьяны? Человека обезьяны. Я ощущаю, что это любит от тебя, нет? Ну, от приматов религиозная. Если мы произошли от приматов, это не религиозная тематика. Ее пытаются как-то на себя, да? Это как идиот персевик. А, происхождение человека наше тема, происхождение мира наше. Сегодня вот сказали, что там Бог создал Вселенную. Может такая, что не Бог создал Вселенную, а Вселенная вообще всегда существовала. Далай-Лама, он готов пересмотреть вообще всю религию, если докажет, что перерождения, допустим, не существует. Он готов пересмотреть и говорит, ну, весь буддизм переделывается. Ну, вы сами знаете, что буддизм – это не столько религия, сколько свод некоторых таких этических правил, этических норм. Ну, плюс некоторые религиозные, конечно, тематики. Ну, касаясь религии, ладно, и раз у нас пошла тема, ладно. Перерождение, после смерти, существование. Инкарнация, да, перерождение. Ахрония. А? Атырай. Атырай. Лимб еще. Инсайд. А? Что-что, инсайд? Инсайд. Это вдохновение, в смысле, хотели сказать, да? Такое религиозное именно озарение. А, инсайд. Я понял. Через Гехетеда. Инсайд. Я в классе 10-м, я вообще религиозно не был таким человеком, я в классе 10-м подумал, окей, вот есть тексты про существование после смерти. А почему никто не пишет, почему нет каких-то религиозных текстов о существовании до рождения? Есть. Я думаю, ну, реинкарнации есть. Есть, да, такие тексты? Разные. Есть. Разные? Да, это тоже. Вот видите, почему такую тему нельзя касаться, она очень, очень горячая тема, поэтому я ее обычно не касаюсь. Художественные тексты. Вот, лично я это все считаю, то есть я лично свое мнение могу сказать, я все это считаю художественными текстами. Фактическая рефернация – это текстовая до рождения. Текстовая? Да. То есть рефернация – это то, что было до рождения. До рождения я буду, если я имею в виду рефернацию, я буду. А мы как с причиной, ну в общем, первой причиной, мы придем к тому, где первое было. То есть, а что там-то было? Ну вот оно перерождаться начало. Окей, а что там в начале-то было? Она же родиться должна была, душа, да? Раз она перерождается. И что такое душа? Да, это религиозная тематика, которой я касаться не собирался. Значит, возвращаясь к тому, что я говорил, считаю любой текст изначально художественным. То есть, я вот читаю, вы, возможно, тоже возьмете себе это наружение. Любой текст, даже вот этот, я считаю не научным, а художественным. А потом, когда я нахожу подтверждение, сам нахожу подтверждение тому, что с действительностью это коррелируется, и я могу найти экспериментальные доказательства того, что некоторые гипотезы, которые в тексте написаны, они действительно проверяются. То есть, я могу даже некоторые теории считать изначально гипотезой. И научной, и ненаучной. Возможно, кому-то понравится такой подход, возьмете себе на вооружение и будете всегда свои и чужие утверждения перепроверять. Полезное дело. В своих мыслях сомневаться тоже полезно, на самом деле. Если вы, могу сказать, если будете думать, что вы, как сказали, это нерушимо, эксперимент показывает, что это не так. Очень много мнений, которые просто порушились. В том числе и Земля, которая раньше круглой была, потом сферическая, потом сплюснутая, потом и так далее. Все более и более точные модели строятся. Идеальные модели, она и звучит как идеал, к этому стремятся. Даже, допустим, физики, они забывают о том, что не стопроцентная вероятность. Они думают о том, что стопроцентная вероятность про прохождение эксперимента так, как планировалось. На самом деле там 99 и много девяток может идти. А потом наступит тот самый эксперимент, который они думали, что должен пройти по плану, а он по плану не пройдет, и они новые явления откроют. То есть это часто происходило в науке, что считали, что все по плану должно пойти. Пошло не по плану, открыли новые явления. Как раз таки потому, что не проходит никогда со стопроцентной вероятностью. Всегда есть вот это, что-то может пойти не так. Потому что мы строим суждения о мире, мы прогнозируем, что вот это так пойдет на основании каких-то предыдущих экспериментов проведенных. И все более и более уточняя модель. Очень неточная модель, возвращаясь к круглой Земле, атмосферической и так далее. Эксперименты все больше и больше уточняют эту модель. Механика у нас когда идет. Потом появляется теория относительности тоже. Это примеры из физики. Вы, я думаю, сможете мне аналогии провести в других науках, какие есть уточненная модель. Еще по поводу мифов. Вред всем понятен или нужно об этом говорить, почему это вредно? Если вы, имея в голове гипотезу, утверждение неправильное, захотите что-то сделать в реальном мире, у вас просто это в голове мысль есть. Вы, я имею ввиду, я и вы вообще все люди. Захотим провести эксперимент, захотим что-то сделать. Эксперимент это не обязательно там колбы и так далее. Вот в голове там человек в белом халате, в очках таких, ну боится, что взорвется, глаза повредит. Проводит эксперимент. Я беру, покупаю таблетки, глотаю эти таблетки, это тоже эксперимент. Что-то сделано на практике и дающий результат. Все это эксперимент. То есть столкновение с реальностью всегда эксперимент. Но не всегда он так называется. Получение опыта в том числе. Вред в том, что может привести к плохим последствиям. Вы думали, что это полезно, это может привести к ряду. Всегда нужно проверять. Вопросы, может, какие-то у вас есть? Можем еще поперечислять мифы, а можем к вопросам перейти. У меня вопрос из-за этого было. Просто я обучаю таблетку на карте, который готовит специалиста, который работает за связь с аутизмом. И буквально месяц назад, когда мы сдавали дизайн, причины аутизма. Вам в качестве шуток, шутки туда написали? Я не могу сказать шутки. Ответ на мой экзамен прийти. Одной из причин является определение группы. Даже компьютер потерял сигнал, понимаете? Нет, эта связь, она не найдена. Давайте посмотрим. Хорошо, у нас интернет заработал. Вот прямо сейчас ищем. Аутизм и потребление ГМО. То, как мы читаем статьи. 2014 год. Одно месяц, ну окей. Просто находим, рекламу опускаем, смотрим. Я, может, хочу искать, что она не виновата, но давайте попробуем найти, что она виновата. И попробую в этом разобрать. Здесь написано, что она не виновата, и сказано, что за статья идет. В исходной новости речь шла не о ГМО, а о гербициде. Хотя и это неверно. Ссылку на оригинальную статью сейчас попробую найти. 2 марта 2015 год назад. То есть здесь сказано то, что, видите, вот год прошел, уже сложно найти. Разошедшись, супер, но это новость о том, что ГМО якобы вызывает этот аутизм. Где теперь искать эту новость? Как раз в проблеме того, как искать, о чем ведется речь. Нет ссылки, вот, нет нигде. Здесь-то явно нет. И здесь тоже нет. Есть. Собирается с советом абсурдную корреляцию. Да, кстати. Все же знают, да, отличие корреляции и причинно-следственной связи. У вас, когда два графика идут, и в одном у вас идет аутизм, а в другом продажа органической еды. Вроде думаете, что-то тут картинка как-то похожа друг на дружку. Повышение аутизма, повышение продажи, это как-то должно быть связано. Вот у вас приводится как раз таки сайт, который собирает разные корреляции. Сколько США тратят на науку и количество суицидов. Замечательная корреляция, по-моему. Да. Здесь у нас фильмы, в которых появляется Николас Кейдж. И сколько утопленников в бассейне. Пожалуйста. Никакой причинно-следственной связи здесь не наблюдается. То есть просто по графикам расставить точки и увидеть, что они как-то... Ну, это же может происходить со многими явлениями. Причинно-следственной связи. Когда вы думаете, что у вас у двух явлений причинно-следственной связи, может случиться так, что на самом деле причинно-следственной связи нет. Есть корреляция. Некоторые совпадения графиков всего лишь. Вот. Может случиться так, что у вас у двух явлений на самом деле есть общая причина, про которую вы не знаете. И они от нее идут, но при этом дополнительные факторы могут влиять на то, как поведут себя две разных системы, да, при одинаковой причине. Вот. И множество других тоже на рацию Вики все это отыскать можно. Продолжаем нашу статью. Искать. Где... Нету. А? Вот под этим. Здесь есть указания. Ну, вот этот... Вот эта часть. За оборотом американских ученых скрывается не группа специалистов по аутизму, а Стефани Сценов. Она работает... Ну, то есть в какой-то статье она указана. Ее тоже надо искать, да. От нее, значит, история, да, написана была. Предупреждение. Половина детей будут аутистами к 2025 году. Году. Вот. Та самая Стефани Сценов. Здесь у нас указано про безопасность вакцин. Те самые две темы, которые я упомянул в самом начале. Ну, здесь указано, что доктор Сенов не обладает... Ну, понятно, слово «бэкграунд». В биологии... Ну, нет никакого у нее, значит, основы, да. Я бы другое слово искал, но я и слово «бэкграунд» в принципе использовал бы в биологии, да, в биологической науке. Это сайт MIT. Ну, здесь указана информация. То есть ищите, кто писал, про что писал, иметь ли опыт в данной области. Видите? Здесь как раз «Раундап» указан. Вот здесь «ГМО Раундап Райды Кропс». То есть в ее ответе это присутствует. Читайте. Целиком разбирать я не буду. Если хотите, это займет много времени, но мы справимся. То есть я просто ищу где. Здесь «Ресерч» тоже есть. Смотрите здесь. Это понятно же всем, как искать? Смотрите, чтоб ссылки были в статье. Ну, здесь у нас по-русски то же самое, будем сказать. На самом деле лучше сначала по-русски прочитать, чтобы потом, как я вот сейчас, не лезть и не читать дополнительно и находить то же самое, что в этой статье уже есть. Работает в вполне солидном Массачусетском технологическом институте. Но не в биологической или медицинской лабораториях, а в группе информатики и искусственного интеллекта. И у нее вот публикация на тему глифосата. Идет это как раз, если не ошибаюсь, это с раундапом связано. Вот. И возможный механизм действия. Наряду с аутизмом там упоминается анорексия, болезнь Эльцгеймера, болезнь Пронкенсона, синдром раздраженной кишечники, жирение и рак. Все эти болезни, по мнению авторов, связаны с глифосатом, который нарушает работу цитохрома, ответственно, за целый ряд. То есть вот научная часть здесь содержится тоже публикация в журнале «Энтропия», подчеркнем, биофизического, а не неврологического профиля. За 2013 год пока что является единственным напоминанием глифосата и аутизма научной печати. Причем многие специалисты охарактеризовали. Здесь идет как весьма сомнительный. Вот вы открываете последнюю ссылку и читаете, почему она считается. Эта статья сомнительная. Смотрите, может там критики на самом деле упомянули какие-то аргументы не очень подходящие, а люди посчитали, что это критика. И аргументы в этой критике используются подходящие. Читаете, сомневаетесь? То есть рекомендую и при прочтении обычных статей, и при прочтении критики на научные статьи, все равно скептизизм свой не упускать никуда. Коэффициент корреляции, глифосат и аутизм, и та же самая картинка, вывод. Все это можно здесь почитать. Сейчас найдем. Так, а мы его нашли уже, да? Давайте посмотрим. А, не посмотрим. Не хотят там его показывать. Это у нас 2014 год. Если не ошибаюсь, в 2014 году в апреле или в мае, когда там закон ОМКМО в России. Ну да, где-то вот к середине 2014 года этот закон приняли, да, о запрете изучения. Ну, сам этот момент я не буду обсуждать. Его уже много раз обсуждали. Кто еще не знаком, то взяли и отодвинули опять-таки нас чуть подальше от прогресса. Что у нас в самой статье здесь пишется? За то время, пока на американских прилавках появлялись помидоры с геном Камбелл или лосои с гормоном роста, хозяин магазина «Здоровая еда» в Бруклине, Кристофер Икарис, сумел вывести собственную формулу малого, но честный убийца. Вопрос в том, хотите ли вы быть частью этого эксперимента. Если хотите, продолжайте. Есть то, что вы берете в обычный супермаркет, потому что практически вся еда, которую вы покупаете в США, содержит ГМО. Если вы не хотите быть подопытным кроликом, непонятное заявление, вам стоит обратить внимание на такие магазины, как наш, пусть здесь и немного дороже, как говорит Икарис. По статистике не упомянуто, где статистика. 9 из 10 американцев хотели бы знать, что она на самом деле попадает в их тарелки. Источник не указан. Вот в Википедию читаете, там тоже источник не указан. С чего это взяли, непонятно. Движение за обязательную маркировку ГМО-продуктов в переднем крае борьбы, но дальше плакатов и буклетов пока мало-то подвинулся. Первый штат, в котором был принят такой закон. Раньше с помощью него Пентагон боролся с растительностью, миллиардные прибыли заглушают сообщения и так далее, и так далее. И последствия такого, как будущее, которое они себе нарисовали, 100% контроль за оборотом семян в мире, это про Монсанто. Причем на том же канале России выпустили видео про то, что ГМО не вредно. Вот. Поэтому можете попытаться найти это видео, а потом посмотреть, которое попозже вышло. Вот. Самое странное, что такое видео вообще появилось, это достаточно редкое явление для нашего телевидения. Вот. И когда оно появляется, такое научное причем видео, то есть он на самом деле аккуратно, автор, съездил, поговорил и с учеными, и с противником, который здесь вот. Вот. Указан. Вот. Джеффри Смит. Да, он вроде с ним разговаривает там. Вот. Который специально отыскивает везде, в магазинах, маркировку. ГМО не ГМО покупать только без ГМО и так далее. Вот. Такое видео тоже посмотрите. В данной статье про аутизм сказано ровно один раз. То есть упор делается не на нем, а на то, что возможно навешать лапшу нам, чтобы мы подумали, что да, действительно, хороший закон наши приняли про запрет ГМО. Это же действительно вредно. Вот же вышла новость. И вроде как сказали, что есть связь. Возьмите, засомневайтесь, почитайте. То есть если даже вам в методичках пишут, задайте вопрос, откуда это берется. Я сомневаюсь, но может это... Я сомневаюсь, что вас выгонят просто там, где вы учите, скажут, неудобные вопросы задает, и ей здесь не место. Задайте вопрос, откуда это берется, откуда в методичках это взяли. Где можно почитать оригинальные статьи, вас действительно это интересует. И, ну, да, это неудобный вопрос. Но задавая неудобные вопросы людям, которые просто кидаются утверждением направо-налево, вы хотя бы сможете отделить. Где вам лапшу на уши вешать, а где нет? Вот. Так. Я думаю, все. Можно вопросы еще позадавать, поотвечаю. Как? Да. Давайте поищем. Пальвомое масло. Отлично. Здесь у нас, значит, идут комментарии на черновик диета, внутричен, вроде кормления, и предупреждение хронических заболеваний. Тут все номинования, то есть все можно тоже читать, вся эта информация не должна в себе... То есть если вы вдруг захотите привести такую информацию, вы тоже должны ее конкретно и из ниоткуда не должны брать. То есть они говорят, вот там есть утверждение на странице 11, главный документ на странице 25. Эти два утверждения такие. Пальмовое масло становится основой жирных диет на Юго-Восточной Азии и, вероятно, останутся главным ресурсом в дальнейшие годы. Ну и, в общем, возникают вопросы касательно здоровья после потребления этого пальмового масла. Пальмовое масло повышает холест-сиролл и коэффициент, я не знаю, total HDL. В общем, этот коэффициент повышается. Вот. И про них говорят, что эти два утверждения неаккуратны и, в общем, ошибочны. Аргументы, да, направлены против глобального... Глобальной индустрии пальмового масла, да. Вот. Эти утверждения говорят о том, что они... Это пальмовое масло, оно опасно и вредно для человеческого здоровья. И вот здесь рассматривается. То есть вы документ целиком можете прочитать, ознакомиться. То есть вот, пожалуйста, есть он. Видите, он причем первым выдается по... Ну, вот тот запрос, который я вам рекомендую использовать. Ну, вторым это Википедия открывается. Википедию тоже не бойтесь читать. Видите, оно как реферат, хорошая вещь. Но основывать на этом научной статье, разумеется, не стоит. Вот. Интересная часть есть здесь. То есть вот-вот она. Видите, да? Вот эта интересная часть. Если хотите про что-то почитать, то открываете Вики статью, заходите, отсылки, или просто ссылки называются, и переходите оттуда. Можно начать сразу с английской статьи. Английскую статью, сами знаете, как переходить. Языки здесь поменяете. Вот. По поводу пальмового масла. Еще? Еще, может, вопрос какой? Теория заговоров. Теория заговоров. Да. Ну, в смысле. А я вам уже сказал, что вы можете так же подумать, что, может, им это нужно. То есть, может, они пытаются заставить вас так думать. Включайте всегда критическое мышление и анализируйте, какие аргументы они используются, какие аргументы у тех, кто говорит, что оно не вредно. И почему оно не вредно. Есть исследование, почему оно не вредно. Вы посмотрите все методики. Можете не сами это изучать. Если вам действительно важен вопрос, вы его сами изучите. Если вам по стоку, поскольку он интересен, вы можете у друзей всегда спросить. Всегда есть друзья, которые данной темой интересуются. Либо знакомые, либо люди в интернете. У нас интернет открыт. Открыто пространство. Просто заходите и списываетесь с людьми. В тех же самых скептических сообществах отлично получается. То есть, какая-то тема, можете посмотреть. Может, эта тема уже когда-то затрагивалась и изучалась. Либо пост недавно разместили. И можете посмотреть полностью комментарии. Но не рекомендую полностью читать. Мозг скипеть иногда может. Люди иногда не видят того, что им пишут. То есть, даже когда вы используете аргументацию. Иногда рекомендую заканчивать. Ну, если видите, что человек с вами спорит. Что не готов с вами. Аргументировано все это. Чем наука хороша? Вы, когда ведете дискуссию, вы истинно можете добиться. Неважно, правы или нет. Вы добьетесь некоторой истины. Вы могли чего-то вдвоем с вашим собеседником не знать. А в процессе беседы узнать что-то новое вдвоем. Возможно, так, что вы поменяете свое мнение. Это не страшно. Вы думали, что Земля круглая. Вам доказали, что она не круглая. Конечно, вы можете. Всегда мнение придерживаются, что да, она круглая. Мне просто пытаются впарить, что она не круглая. Это им надо. Это продавцы круглой Земли. Зачем им это нужно, я не могу понять. Но всегда так можно думать. Но надо понимать, что, вот как я до этого говорил, корреляция с действительностью. Если проходит... Слово корреляция здесь настолько... Проверка, сверка с реальностью проходит. Да, тогда эта действительность соответствует. Более или менее никогда, ну, я уже говорил, стопроцентно не будет. По поводу палиума масла. В общем, почитайте. Рекомендую. И вообще любые темы так. Читайте побольше информации. Если вы хотите на определенную тематику писать, на научные статьи, да? Научно-популярные, ладно. То рекомендую с какой-то тематикой ознакомиться уже прямо сейчас. То есть начинать с самых основ. Если, допустим, вы захотите про квантовую компьютер писать, вам надо будет, ну, квантовую механику знать. Чтобы знать квантовую механику, вам нужно... Если посчитать все в совокупности, вам 15 лет надо образование получить. Но это 15 лет, они начинаются со школы. Вы получаете там математическое образование, потом изучаете физику, все. Глубже и глубже и глубже. Вот. И чтобы писать научные, научно-популярные статьи, нужно с предметом вот этой тематики быть знакомым. Если, в общем, еще одно задание будет вам найти. То есть, представьте, я вам просто сейчас даю информацию. Есть такая женщина, научный журналист, которая изучила вроде биологию. И специально для того, чтобы писать отличные научные статьи, научно-популярные. Вот найдите, почитайте, что это за женщина. Возможно, я ошибаюсь, то есть я же вам сказал, но вот как я помню. Попробуйте найти данную информацию в интернете и найти, почитать ее историю. Или его, может, я даже в поле ошибся. Память у человека такая, она не идеальная тоже. Доверять своей памяти тоже не всегда стоит, не всегда всем своим, повторюсь, не всегда всем своим утверждением в голове тоже нужно доверять 100%. Подумали что-то, проверили, замечательно. Разумеется, чем больше вы сверяетесь с реальностью, тем в более реальном мире вы живете. Не в мире с радужными пони и единорогами бегающими, а в настоящем мире. Чего бы это ни стоило, и как бы иногда это расчаровывающе не было, но это лично опять мое мнение. Лучше горькая правда, чем любая ложь.